Всем привет ребята, с вами Алан Убик и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я для вас подобрал 8 интересных мобильных игр, в которые мы с вами и поиграем. Сегодня мы с вами сыграем в Epic Mine, Earncraft, Lucky Block, NoProtioPro2, Multicraft, MiniWorld, Roblox и Minecraft. Обязательно напиши в комментариях игрушку, которая тебе понравится больше всего. Ну и начинаем с игры Epic Mine. Давайте продолжим здесь с вами мы играть. Итак, у меня вот тут есть шахта и как раз таки все события у нас происходят вот в этой шахте. Тут правда еще торговцы, кузнец, взломщик, вот тут даже у нас задание есть. Например, следующее задание, мне нужно будет найти и уничтожить загадочных големов. Я правда не знаю сколько этих големов мне нужно уничтожить, но наверное штуки 3. Я по-моему уже уничтожал уже трех големов, ну не знаю, возможно мне нужно еще 3 штуки уничтожить. Ладно, сейчас мы короче с вами этими займемся. Значит, вот тут вот задание есть, мы с вами эти задания выполняем, зарабатываем себе денежки. Потом у взломщика мы с вами взламываем сундучки, которые у нас тут есть, ну которые у нас тут будут открываться, которые мы с вами будем находить в шахте. Вот, и в кузнеца мы с вами будем себе делать, наверное, новые кирки, да. Вот как раз таки новая кирка. Для того, чтобы ее сделать, мне нужно 10 слитков железа и нужна вот такая вот особая палочка. Палочки, к сожалению, у меня нету, а железа есть. То есть, когда мы с вами найдем вот такую вот палочку, можно будет создать себе уже железную кирку, по-моему, да. А это у нас какая? Это у нас каменная. Пока что у меня каменная кирка, можно будет потом сделать железную. Вот я вижу, что мне тут, по-моему, какое-то задание новое подбросили или же нет. А нет, ребята, пока что не подбросили. Придется просто, наверное, идти в шахту и вот в шахте этой добывать себе ресурсы. Мы с вами, получается, полностью первый ярус уже прошли. Сейчас проходим задание во втором ярусе. Видите, первых два задания уже прошли, еще осталось четыре. Ну что же, давайте попробуем тогда здесь пройти чуть-чуточку подальше. Вот те блоки, которые нам нужно будет с вами разбивать. Вот у нас тут есть, правда, ульта тоже своеобразная. Тут я вижу, что у нас три иконочки есть, да. То есть, будет у нас тут три разных ульты. Ну что же, неплохо. С вами продвигаемся вперед. Потихонечку вот эти вот стенки будем разбивать сейчас. И рано или поздно мы с вами дойдем до конца. И там, наверное, уже в конце нас будет что-то ждать. Либо это может быть какой-то сундучок. Либо это могут быть какие-то монстры, которых нам нужно будет уничтожить. Там големы и так далее. Но я думаю, что в любом случае мы с вами это все не сумеем сделать. Итак, ого, какой-то призрак пролетел. Вы видели? А вот я, кстати, и нашел сундучок себе. Мы с вами можем открыть сундучок за 8 гемасиков, либо за рекламу. Давайте мы его откроем за 8 гемасиков. И здесь у нас 5600 единиц голды. Ну что же, неплохо. Двигаемся мы тогда с вами дальше. Здесь у нас обратно камень есть. Сейчас мы с вами этот камень тоже разобьем. Теперь у нас тут железная руда. Железную руду надо тоже, ребята, полностью собирать. Мне железная руда пригодится. Потом я с железной рудой сделаю железо и буду себе добывать железную кирку. Наконец-таки смогу скрафтить. Пока что у меня вот каменная кирка. Она тут вот вверху у меня отображается. С левой стороны вверху. Так, здесь у нас, по-моему, получается предпоследняя уже стенка. Сейчас будет последняя стенка. Ого! Это медная руда. Медной руды, по-моему, ребята, у нас еще не было. Да, ничего себе. У меня тут есть медная руда, оказывается. Отлично. А что я с этой медной руды тогда смогу сделать? Интересно, конечно. Ну, сейчас, наверное, нам игрушка покажет, что мы с вами сможем сделать с этой железной рудой. Теперь там, по-моему, какое-то задание у меня подсветилось. Нам нужно выйти с вами. Так, а как мне отсюда выйти? Я хочу выйти не в предыдущую шахту, а я хочу, ребята, выйти вообще отсюда. Так, ага. Это у меня, короче, энергия, зелье регенерации, зелье жизни, зелье урона, динамит и... А это ничего. Короче, понятно, ребята. Тут у меня есть возможность покупать различные зельки. И как раз-таки эти различные зельки позволяют нам с вами восстанавливать либо здоровье, либо силу добавляют и так далее. Смотрите, здесь у меня еще есть возможность купить новый слот. Я могу собрать, собрать как есть. Я золото, по-моему, какое-то подсобирал, что же неплохо. Ладно, ребята, наверное, нам придется тогда с вами еще одну шахту полностью уже до конца пройти. Давайте мы тогда эту шахту с вами до конца уже пройдем. А потом уже в конце попробуем выйти отсюда и откроем тот сундучок, который у нас был там в конце игры. Нам игрушка подбросила. Сейчас, сейчас, сейчас. Короче, добиваем тут последних несколько еще блоков. И что тут есть? Ребята, тут монстр! Тут у нас есть монстр! Смотрите, какой здоровенный злой паучара! Нам нужно этого паука завалить. Отлично, одного мы с вами паука завалили. Продвигаемся дальше. Здесь у нас пятая стенка из десяти. Открываем сейчас мы ее тоже. И что, будет еще какой-то монстр? Нет, пока что монстров никаких у нас тут нету. Но это ничего страшного. Скоро они появятся. Скоро нам нужно будет с ними сражаться. Главное, чтобы они нас не победили. Вот, ребята, видите монстр? На тебе разочек. Вы видели, как я его с одного раза, в принципе, вынес? Больше половины здоровья-то убрал у него. Вообще отлично. Девятое из десяти стен. Сейчас мы с вами вскроем еще вот эту вот стенку. И можно нам тогда будет уже вскрывать наш тут сундук в менюшке игры. Сейчас я вам, короче, покажу, что я имею в виду. Последняя железная руда. Разбиваем эти блоки вот железной руды. И будет нас, наверное, счастье. Ну что же, вскрыли мы последнюю руду с вами. И сейчас можно, наверное, нам будет выйти с данной шахты. Да, вот смотрите, ребята, мы с вами, получается, собрали вот эти вот все блоки. Я думаю, что они нам пригодятся в дальнейшем. Теперь вторая игра на сегодня. Это Earncraft. И в этом домике мы с вами продолжаем тогда выживание. В предыдущий раз я скрафтил уже себе железные дверки. У меня тут есть железные дверки. Кто меня бьет-то? Ребят, посмотрите. А, я даже не видел. У меня тут, оказывается, слизни еще вот эти вот маленькие бьют. Сейчас я их, короче, мочкану. Отлично, я их, короче, уже мочкану. Блин, я и не увидел, ребята, что тут еще два маленьких слизня, оказывается, было. Так вот, друзья, мы в предыдущий раз с вами накрафтили себе железных слитков. Вот у меня еще пять штук осталось. Я себе сделал уже, получается, вот этот вот меч прикольный железный. И также я себе сделал железные дверки. Теперь их не так-то просто вскрыть. Для того, чтобы зайти в дом, нам нужно вот так вот нажать кнопочку. Вот ступеночку каменную и тоже выходим. Вуаля. В принципе, мы с вами уже имеем очень хорошо защищенный бункер. Теперь мне нужно будет позаботиться об домике. Домик я хочу построить тоже где-то здесь вот неподалеку. Может, даже в море вот этом вот. Для того, чтобы его со всех сторон не смогли... Ну, для того, чтобы на меня со всех сторон не смогли напасть легко. Поэтому мы его с вами где-то попробуем поставить вот тут вот на море. Я еще, правда, не решил, с чего я его сделаю. Скорее всего, что я буду его делать из дерева. Тут у нас очень много деревьев растут. Вот как раз-таки березки. Она у нас тут довольно-таки светлая. И мы с вами как раз-таки можем с помощью этой березки сделать себе домик. Он будет, во-первых, деревянный. То есть, может, возможно, он даже плавать будет. Я, если честно, не проверял или плавают деревянные домики. Но вот заодно и проверим. Если получится, сделаем себе деревянный домик из березки. Он у нас, если будет плавать, будет круто. А если не будет плавать, то ничего страшного. Стенки я сделаю из березки. Дверка у меня уже одна железная будет. И также мне нужно будет еще, наверное, ребята, подумать, с чего я сделаю крышу. Крыша, скорее всего, что будет либо из дуба, либо мы можем ее сделать, например, из какого-нибудь другого материала. Это может быть как бы лыжник, так и диадрит, либо вот этот вот зеленый камень, который я тут добывал ранее. То есть, из этих всех ресурсов мы с вами можем как раз-таки себе сделать и крышу для нашего домика. Давайте для начала мы с вами заготовим побольше древесинки. Древесинка нам понадобится. Ей нам нужно очень-очень много. Потом мы с вами разочнем всю эту древесинку на дрова. Нужно, наверное, нам знать еще, ребята. Наверное, сейчас вернусь к себе домой и сделаю себе железный топорик. Потому что железным топориком будет, мне кажется, намного быстрее рубиться вот эти вот все деревья. Да, придется нам, наверное, возвращаться к себе в домик. Тут вот еще паучара был злой. Мы можем его еще завалить с вами. А, нет, не можем, потому что он на другой стороне находится. Ну, ладно. Сейчас я, короче, вернусь тогда к себе в домик. А у меня, кстати, нету железного топора. Нет. Видите, у меня железного топорика нету. Поэтому нам нужно с вами как раз-таки раздобыть. Да кто мне опять бьет? Опять мелкие какие-то чуваки Ребят, да где же вы взялись-то, смотрите, еще один слезняк Вот у нас и ночь наступила, ребята Я совсем немножечко не успел достроить свой домик Придется нам, наверное, его достраивать уже в следующий раз Когда у нас наступит день Давайте мы сейчас с вами пойдем немножко поспим Потому что тут у нас монстры сейчас будут на нас нападать Прямо сразу же Я выбрал здесь очень сложный уровень выживания Поэтому нам с вами лучше ложиться спать Давайте мы ляжем тогда с вами спать А когда наступит утро Тогда нам можно будет продолжить построечку нашего с вами домика Вот видите, уже утро наступило И мы с вами можем вернуться к постройке нашего домика Наш домик будет довольно-таки прикольный Он будет находиться в воде И монстрам будет намного сложнее до него добраться Ну вернее, до нас добраться, да Потому что они не все плавают, эти монстры А мы с вами нормально плаваем Поэтому можно будет нам доплыть до нашего островочка До нашего домика Возможно, я тут еще пирсик какой-то себе здесь сделаю Может, каких-то лодку тоже хотя бы с одну где-нибудь себе сделаю Вот такой вот, ребята, у нас будет домик Я думаю, что будет прикольно, правда же? Смотрите, со всех сторон будет вода Они не смогут на меня напасть Это одно А также я попробую сделать небольшой такой мостик подвесной И я смогу выходить со своего домика И смогу заходить в свой домик А монстры не смогут как раз-таки Я сделаю такой интересный подвесной мостик Чтобы они не смогли до меня достать Ну что, ребята В данной игре мы с вами продолжим выживание Надеюсь, что у нас все получится Если вам нравится игрушка Earncraft Просто напишите об этом в комментариях Ну а теперь третья игра на сегодня У нас Lucky Block Вот и загрузилась игрушка Первым делом давайте мы сейчас с вами позабираем Немножечко вот этих вот Lucky Block Нужно нам будет Lucky Block Раскрывать Я надеюсь, что мой соседушка Хотя бы часть мне этих блоков оставит Он вообще, ребята, что-то не двигается Бывает такое, что подвисают игроки Но я пока не буду вот эти вот Lucky Block Разбивать Я посмотрю Если он здесь Его, короче, не отпустит И он так и будет стоять на месте То тогда придется нам Все-таки самому, наверное, здесь выживать Потому что моего соседушку кокнут Стопудово Ну сейчас я, короче, вот эти вот Lucky Block Давайте поразбиваю Зеленые поставлю на потом А поразбиваю я пока что Красные и синие Lucky Block С красных у нас оружие выпадает Синих Lucky Block У нас выпадает бронька Это все нам нужно будет И бронька нам нужно будет И оружие нам будет нужно Поэтому разбиваем Да, я вижу, ребята, что мой союзник Просто стоит там наверху Он сюда не идет Наверное, он подвис Поэтому мы сейчас с вами все Lucky Block Заберем И полностью их все разобьем Зеленые Lucky Block Я буду разбивать уже потом Хорошо, давайте мы сейчас с вами приоденемся Пока что Пока что приоденемся в то, что есть А там в дальнейшем посмотрим И сюда вот можно нам тогда будет скинуть То, что нам не нужно Так, лук нам, конечно же, нужен Вот это нам не нужно Все не нужно, не нужно Отлично Сейчас мы с вами тогда будем открывать Здесь синие Lucky Block И здесь еще красные Откроем полностью все вот эти вот Lucky Block И потом будем уничтожать наших соседушек Здесь они уже, наверное, рано или поздно Будут на меня подходить И мне нужно будет с ними сражаться Так, открываем вот эти вот Lucky Block Наши О, отлично Хорошо, ребята У меня уже нормальный меч тут есть Так, железный меч мы тут оставим Лук один оставим Удочку оставим Тебя оставим В принципе, я думаю, что вот этого вот меча Мне вполне, наверное, хватит Зачарованного А теперь давайте мы еще, наверное, Несколько вот этих вот синих Lucky Block Откроем Возможно, с них какая-то крутая бронька выпадет Если тут крутой броньки не будет То все, что нам нужно будет с VR делать Это просто собирать зеленые Lucky Block Открывать зеленые Lucky Block Ой, меня кто-то заморозил, короче Ну, ничего страшного Открывать просто зеленые Lucky Block И потом, ребята, уничтожать наших противников Хорошо Смотрим Штанишки Давайте мы поменяем золотые Шлем мы с вами тоже поменяем золотой Все остальное нам как бы и не нужно Это мы посбрасываем О, ничего себе Золотые яблоки у нас тут еще есть Хорошо И зеленые Lucky Block Короче, золотые яблоки, зеленые Lucky Block Это мы с вами, конечно же, заберем Берем наш меч И погнали наверх, ребят Теперь мы с вами будем смотреть Если тут где-то кто-то из наших соседей Будет к нам подбираться Мы с вами обязательно копнем Вон там вот уже есть один чувак Короче, друзья, видите Это наш соседушка Но я не знаю, ли получится нам его мочкануть Он просто, наверное, так просто подвис А нет, смотрите Не получается его до него достать Оно так вот О, отлично Давайте еще разочек О, отлично Где-то раза три, по-моему, или четыре Мне нужно в него попасть О, все, одного я кокнул, ребята Я одного кокнул Хорош Теперь мне нужно открыть вот эти вот, наверное, еще сундучки Если тут будут Lucky Block Зеленые Забрать зеленые Lucky Block И забрать золотые яблоки Все остальное мне уже не нужно Теперь с помощью вот этих вот ресурсов Мы с вами и будем уничтожать наших противников Вон, смотрите Там еще какой-то чувак один Стоит Давайте мы его так вот попробуем сбросить И чуть-чуточку пониже Давайте вот так вот, наверное, хоп Отлично, ребят Еще одного я сбросил Просто круто Так, мы с вами, получается, сбросили уже двоих чуваков Двоих чуваков я уничтожил Тут вот еще один есть Достанем мы до него Да, мы до него, смотрите, достаем А, еще разочек Нет, теперь не могу, короче, до него достать Он там бегает, что-то Крутится Вертится Давай, иди сюда, мой маленький чувачок А, нет, нет, чувак Ты до меня не достанешь А я до тебя достану Вы видели, ребята? Я до него уже достал Сейчас еще разочек Я до него достал И нет, он даже не хочет вылазить Видите? Он боится, потому что мы его с вами мачканем 100% мы его с вами мачканем Ладно, хорошо Давайте мы сейчас зайдем, наверное, за вот эту вот стоечку Скушу я еще одно яблочко И будем сейчас мы, наверное, зеленые лаки-блоки открывать Вот эти вот все зеленые лаки-блоки Нам помогут уничтожить наших О, сейчас локациями я буду меняться Эти зеленые лаки-блоки нам помогут уничтожить наших соперников Так, тут еще кто-то есть вообще? Или мы с вами уже всех мачканули? Нет, тут, ребята, нету никогошеньки Мы с вами, получается, мачканули чуваков, которые тут были А в этих сундуках кто-то есть? Нет, тоже ничего нету Хорошо Ну, еще есть 14 у нас зеленых лаки-блоков Давайте мы эти лаки-блоки потихонечку будем вот так вот открывать Водопад я, короче, вызвал Телепортироваться Ой, я телепортнулся еще на одно место Есть тут кто-то рядышком или нету? Вот смотрите, рядышком есть еще один чувак Нам бы до него достроиться Получится до него достроиться Он нас, в принципе, видит Ну, сейчас я возьму, наверное, еще таких вот блоков побольше Если еще, мы с вами с помощью этих вот блоков И достроимся до нашего соседушки Может, мы его с вами даже мачканем там Сейчас, 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 ребята Берем вот эти вот блоки Видите, он пока что нас не видит Мы его с вами можем, в принципе, мачкануть Если до него доберемся первыми Главное, чтобы он, ребята, нас не увидел Если у нас увидит, будет очень-очень печально Ну, ладно, погнали Короче, ребят Пока мы с вами погнали, погнали, погнали Нужно нам будет вот туда вот простраиваться Пока что он не видит меня Быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас, 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 ребята. Главное, чтобы он не увидел нас, мы с вами мочканем обязательно. Так, мы с вами добрались до этого островочечка. Теперь мне нужно вот тут вот еще, наверное... А, нет, 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 отвали, отвали. Ах, ты ж негодячик ты какой. Где ты? Где ты, чувак? А? Ай-яй-яй, ребята! Я, получается, упал вниз. Это просто жесть. Я оступился и упал вниз. У меня были очень хорошие шансы для того, чтобы взять первое место. Но, к сожалению, я оступился и упал вниз. Ну, ладно, бывает такое. Нам нужно было просто внизу еще блок один поставить. И все было бы хорошо. Но, имеем, что имеем. Ладно, в следующий раз в лаки-блок мы с вами обязательно возьмем первое место. Теперь четвертая игра на сегодня, в которую мы с вами тоже поиграем. Это Нуб против Про 2. Мы с вами, получается, уже добрались до третьей миссии. Где будет проходить задание Нубик с профессионалом вместе. Первая миссия была за Нубиком, мы ее прошли. Вторая миссия за профессионалом, мы ее прошли. И вот теперь совместная миссия. Здесь у нас с вами есть катер, лодка. И на этой лодке у нас с вами есть движок, ускорение, топливо и автомат. Давайте я вам покажу, что мы тут с вами должны будем делать. Итак, мы с вами зажимаем кнопочку D. И вот, соответственно, продвигаемся вперед. 30 долларов заработаем. Зарабатываем и возвращаемся назад. Вот таким вот образом нам нужно будет прокачивать нашу с вами лодку. Погнали дальше. Сейчас мы посмотрим, сможем ли мы с вами больше денежек заработать. Так, проехали уже дальше. 34 доллара заработали. Нам нужно с вами прокачивать, наверное, теперь еще топливо. Сейчас мы еще топливо с вами прокачаем. Нужно побольше, побольше прокачать топливо, побольше прокачать двигатель. И на нашей лодке Нубик и профессионал будут добираться до домика. Им нужно будет доехать до домика. Когда они доберутся до домика, то миссия будет пройдена. И нам будет уже четвертая миссия тогда открываться. Хорошо, что нам еще тогда сделать? У нас пока что нет денег. Нам нужно с вами топливо, наверное, побольше тогда вкачивать пока что. Чем больше мы с вами вкачаем денег в топливо, тем будет лучше. Потому что тем дальше мы с вами заедем. А чем дальше мы с вами заедем, тем больше денежек заработаем. Поэтому в топливо обратно мы с вами прокачиваем. Следующая прокачка у нас 248 долларов. Итак, погнали дальше. Сейчас мы с вами попробуем этих 248 долларов выбить. Едем пока, что неплохо. Пока топливо у нас не заканчивается. Но теперь вот что-то, ребята, уже начинает заканчиваться. О, отлично, тут уже зомбаки, смотрите. Тут мы с вами уже 82 доллара заработали. Хорошо. У нас 134 доллара уже есть. Чтобы нам с вами прокачать. Давайте мы хотя бы на ускорение попробуем прокачать. Что это вообще такое? Давайте попробуем. Итак, вот наше ускорение. О, отлично, ребятки. Вы посмотрите, здесь у меня уже есть, оказывается, ускорение. Я могу вот так вот ускориться один разочек. Вообще отлично, ребят. Смотрите, как я далеко уже доехал. Вы представляете, все благодаря ускорению. Теперь мы с вами заработали 133 доллара. Еще разочек нам нужно, наверное, будет прокачать наше ускорение. Это просто вещь, ребят. Ускорение это просто мощнейшая вещь. Смотрите, как мы с вами гонзаем с помощью этого ускорения, да? И вот, мы с вами, получается, обратно разрушаем вот эти вот блоки, уничтожаем зомбаков и продвигаемся ещё дальше. Ускорение у меня, правда, закончилось, уже не хватает денежек, ну ладно. Сейчас, наверное, нам всё-таки нужно прокачивать не топливо, а ускорение лучше всего. Давайте мы, наверное, ещё разочек ускорение прокачаем. Погнали дальше. Сейчас у нас будет вообще мощнейшее, наверное, ускорение. Иии, глядите, как я развил, какую я скорость-то развил! Это просто капец, вот это наш катер, вы видели, он практически всех уничтожил. Хорошо, сейчас мы ещё зомбаков немножечко мочканём, и здесь уже 149 долларов. Вот с каждым новым уровнем, с каждым новым улучшением мы с вами продвигаемся всё дальше и дальше. Ладно, давайте мы ещё разочек, наверное, с вами тогда прокатимся. Я попробую сейчас, ребята, всё-таки прокачать ещё, наверное, один разочек топливо. А потом уже, в следующие разы, когда будем играть, попробуем уже прокачать, наверное, во-первых, наше оружие, чтобы оно побольше наносило повреждения, а во-вторых, там, двигатель и так далее. Хорошо, вот наше ускорение, мы его ещё разочек прокачиваем. Теперь давайте мы заценим, что у нас получится, какой у нас рывок теперь будет. Смотрите, как я ускорился, это просто круто, ребята! Ускорение это очень крутая и прикольная вещь. Это очень хорошо, что мы с вами его себе улучшали, потому что без ускорения мы бы с вами двигались, стояли бы на одном месте, короче. Ну ладно, у нас 153 доллара уже есть, уже даже 184 доллара, и мы с вами можем что-то одно прокачать. Ну давайте уже прокачаем двигатель, и всё. Пока что ничего прокачивать не будем. В следующий раз, когда будем играть, попробуем уже докачать двигатель, ускорение, топливо, и, возможно, начнём прокачку нашего вот этого оружия, чтобы побольше выносить зомбаков. Если, ребята, вам нравится игрушка Нуб против Про 2, пишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Ну и теперь пятая игра на сегодня, это Мультикрафт. Это у нас уже вторая карта. Первую карту мы с вами уже опробовали, и это как раз-таки вторая она. Тут у нас прям сразу же даётся меч, 8 факелов, и даётся 32 блока дерева. Они нам, наверное, пригодятся. Ну что же, нам нужно с вами подумать, где у нас будет домик. Я предлагаю домик построить как раз-таки где-то вот здесь. Вот так как у нас дерева тут не так уж и много, так что мы с вами попробуем построить такой вот не сильно большой домик. Но всё равно нам домик нужен для того, чтобы можно было тут, ребята, храниться и выживать. Поэтому домик мы с вами сделаем, он просто будет небольшой у нас. О, вот такой вот у нас будет домик. Вот здесь вот мы, возможно, даже знаете, что сделаем? Здесь вот мы с вами, наверное, тогда поставим верстак. А ну давайте мы с вами скрафтим тогда верстак, наверное. Можно нам сейчас скрафтить верстак? Потому что без верстака... Ой, ребят, а как тут, короче... А, о, всё нормально, короче, я понял. Нам с вами нужен верстачок первонаперво. Давайте мы этот верстак с вами заберём. Вот, верстак мы с вами поставим внутрь нашего домика. Где-то, где-то... Ну давайте вот тут вот мы его поставим. И сверху сейчас мы с вами тогда попробуем достроить уже наш домик. Вот так вот мы с вами это все обнесем Деревом Для того, чтобы можно было здесь хорониться А когда у нас уже будет тут домик, хотя бы такой вот первый примитивный То можно нам будет тогда уже здесь и выживать Теперь давайте мы с вами сделаем еще, наверное, дверки Нам эти дверки вот таким вот образом, по-моему, можно скрафтить Да, вот мы с вами крафтим тогда еще дверки Все, ребята, больше у нас, к сожалению, ничего нету Но зато начало выживания не положено У нас теперь есть вот такой вот прикольный домик И в этом домике мы с вами и будем выживать Ну что же, хорошо Это, правда, пустыня Нам теперь нужно будет позаботиться об других ресурсах И об другом каком-то материале для выживания Давайте мы для начала, значит, вот тут вот, наверное, поставим еще себе факелок Хотя бы один И вокруг нашего домика тоже давайте мы поставим факелов Хотя бы вот тут вот один факел Вот тут вот факел Потому что когда наступит ночь, чтобы мы с вами сдалека могли увидеть наш домик Все, теперь у нас, в принципе, факела есть И мы с вами наш домик обязательно увидим Но остальной, что это? Стальной, да, стальной меч у меня тоже уже есть Теперь мы с вами можем добывать другие ресурсы Здесь вот у нас есть, в принципе, возможность добывать вот эти вот палки Это... А почему у нас не палочки вылетают, а? По-моему, ребята, тут должны вылетать палочки, насколько я припоминаю Ух, ничего себе! Это что такое? Вы видели, что произошло? Я, получается, убрал Просто-напросто убрал вот эту вот одну палочку сухую И... Тут подо мной прям провалилось все, короче Да, жестяк Тут, оказывается, эти палочки еще с подвоха могут быть Ну, ладно Главное нам, ребята, здесь не проиграть Главное нам здесь начать выживание Нужно нам хотя бы какое-нибудь одно дерево найти Желательно нам здесь найти еще саженцы дерева Также неплохо было бы, ребята, найти воду Сейчас я, короче, вот так вот побежгу В каком-то направлении О, смотрите, там еще сундук какой-то есть, да? Вообще круто, ребят У нас тут с вами еще и сундук, оказывается, есть Вообще отлично А что в этом сундуке? В этом сундуке у нас есть... Это все, да? Да, ТНТ мне дали ТНТ, дали один слитых золота И дали приготовленное мясо Ну, что ж, неплохо, ладно Значит, вот тут вот есть вот такие вот различные сундуки Мы с вами эти сундуки сможем скрывать И потом в этих сундуках могут какие-то вещи прикольные тоже быть Ну, что ж, неплохо Нам бы с вами, наверное, еще раз добыть Хотя бы один саженец дерева И было бы вообще отлично Ну, да Ребята, здесь получается типа выживание Но выживание не рандомное, а просто по сохранениям Это у нас получается второе сохранение Первое сохранение у нас было... Это ледяной дворец, ледяная арена Мы там с вами, получается, заспаунились Ого, это что такое? А, это я пытался съесть Мы там, короче, с вами заспаунились И везде был лед Ну, а здесь вот получается, что везде пустыня Ничего, мы с вами здесь не сможем выжить нигде, а? Это печально, ребята Это очень и очень печально Нам нужно, наверное, было все-таки не ставить тот домик А все-таки постараться побегать Поискать, возможно, какого-то лучшего мира Может быть, что-то мы и нашли Давайте мы, наверное, опустимся пока что в подземелье Может, тут в подземелье будут какие-то сундучки И мы с вами обязательно их залутаем Нет, ребята, в подземелье здесь у нас сундучков нету Поэтому нам нужно с вами выбираться Так, отлично Вот я, в принципе, пропаркурил немножко И теперь нужно отсюда выбираться В какую сторону выбраться? Вот тут у нас еще есть какой-то сундучок Ой, этот... Какая-то пещерка А, нет, ребята, тут больше ничего нет Тут просто немножечко совсем пещерка Небольшая такая была Но все равно ничего нормального здесь не было Хорошо, давайте мы тогда с вами, наверное, попытаемся убрать Вот эти вот несколько блоков еще песка Вот, и попытаемся раздобыть все-таки дерево где-то Без дерева здесь вообще нету жизни Если мы с вами дерева нигде не найдем То мы с вами выжить здесь не сможем Ой, еще один сундук я нашел, отлично А что в этом сундуке у нас может быть? Давайте сейчас мы заценим А в этом сундуке у нас... О, отлично, ребята, булыжник Мне дали булыжник, это хорошо А это что такое? Это сухой кактус, походу, да? Давайте мы попробуем тоже разбить Нет, это просто кактус, ребята Сейчас мы с вами этот кактус разобьем Да, вот у нас тут есть уже три блока кактуса Еще один сундук И в этом сундуке у нас есть обсидиан И есть железо Ой, золото, несколько слитков золота Ну что, ребят, в принципе, игрушка прикольная Оказывается, я думаю, что будет похуже у нас эта карта Но мне кажется, что пока неплохо все складывается Нам бы с вами, конечно, найти еще тот домик наш Который мы с вами построили И если мы его с вами не найдем То придется, наверное, тогда искать новое место для выживания Я, ребят, не знаю, если я, например, погибну Или все вот эти вот вещи у меня останутся Ну все, в принципе, я уже добыл пять блоков земли Теперь мне этих блоков должно хватить Для того, чтобы посадить первые саженцы дерева Первую какую-то грядочку и так далее Единственное, что нужно еще найти Это просто найти хотя бы один саженец дерева Потом вернуться к себе в домик Где мой домик построен И там уже продолжить выживание Если вам, ребята, игрушка понравилась Если вы хотите, чтобы я и дальше продолжал играть в мультикрафт И выживать на данной карте Просто, пожалуйста, напишите об этом в комментариях Ну а пока что я буду заканчивать, так как мы с вами уже довольно-таки долго в нее играли Теперь следующая игра на сегодня Это мини-ворлд Сегодня мы с вами в мини-ворлде Будем играть в творческом режиме Так уж получилось, что мы с вами здесь уже играли пару раз в творческом режиме И смотрели, какие тут есть животные Животных тут есть очень много Они все разные, прикольные есть Есть и похуже животные Но суть не в этом Сегодня, ребята, я хочу протестировать не животных, а оружие Так уж получилось, что когда мы с вами играли в выживании то помимо меча железного и топора у нас как бы особо-то и не было никакого другого оружия. Поэтому вот сегодня мы с вами поиграем в креативе. Я сейчас попробую вызвать несколько ещё монстров. Сейчас мы с вами призвём для начала, наверное, парочку монстров. Где эти монстры у нас? Тут у нас блоки, по-моему, не монстры, да? И тут вот тоже блоки. Подождите, а где же это монстры-то были? Или это в Тулс монстры находятся? Сейчас, короче, мы с вами найдём несколько ещё монстряк. Да, вот у нас тут монстрики есть. Давайте мы с вами призвём пока что несколько монстряков, например, таких. Дальше можем и призвать, например, монстрика какого-то вот такого. Так, кого бы нам тут ещё призвать? Попозлее нам нужно монстриков попризывать. Вот таких вот разных. Тебя, например, призывать можно. Голема можно призвать. А где тут у нас скелетрончики, ребята? Это пингвинчики, пингвинчики. Где скелетрончики? Ну ладно, у нас тут вот ведьма есть, она тоже довольно-таки прикольная. Либо зомбаков хотя бы каких-нибудь вызвать-то. Ну и есть ещё пауки. Давайте тогда пауков хотя бы возьмём, да? Вот у нас тут есть возможность призвать ещё пауков. Итак, сейчас мы с вами призовём несколько различных этих вот монстров. Таких вот ведьм попризываем. Это кто такие? А это рапторы. Рапторов тоже побольше призовём. И потом ещё мы с вами попробуем посражаться. С помощью нашего оружия с этими всякими монстрами. О, вот у нас и ведьмы эти одноглазые. Одноглазые и прикольные ведьмы. С ними мы тоже с вами будем сражаться. Дальше тут у нас пошли зомбачки. Но с зомбачком можно поменьше. Это у нас кто такие? А, это у нас такие интересные ящерицы. И вот у нас пошли големы тоже здоровенные, огненные. Сейчас мы с вами и големов этих пана призываем. Это у нас кто такие? Это у нас белые мишки. Пару штучек можно, в принципе, призвать. И самое последнее, это у нас будут паучки. Короче, всё, ребята. Монстрику мы с вами понвызывали. Теперь мы давайте с вами попробуем этих монстриков уничтожать с помощью различного оружия. Которое тут есть в этой игре. Вот у нас тут какое оружие есть. Есть у нас тут первонаперво, давайте мы проверим, вот такой вот меч. Железный, простой. Дальше есть у нас вот такой вот алмазный, диамантовый меч. Дальше у нас тут есть вот такой вот пистолет какой-то интересный. Есть у нас вот такой вот здоровенный какой-то пулемёт. Есть у нас тут гранаты, фугасы у нас тут есть. И что еще за оружие есть У нас тут какая-то еще бочка есть Не знаю, она будет взрываться, не будет Сейчас, короче, мы проверим это все И еще какой-нибудь вид оружия Нам бы с вами взять Ну какой? Давайте мы посмотрим Что тут у нас еще есть, что мы можем с вами протестировать Можно нам взять хотя бы, знаете, что Какой-нибудь, возможно, лук или что-то наподобие А, у нас тут есть копье какое-то Давайте мы вот это вот копье с вами попробуем взять Итак, отлично, берем для начала наш меч И посмотрим, ого, смотрите, что получается А, наш мишка, получается, на кактус пошел И кактус его ударял Давайте мы с вами с помощью меча попробуем от этого голема ударить Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Ого, не, ребята, но этот голем довольно-таки серьезный Смотрите, мы бьем-бьем этого голема Никак его вынести не смогли О, наконец-таки я его кокнул Хорошо, теперь давайте мы попробуем взять вот этот вот другой меч И попробуем от этого динозавра мочкануть Это у нас диамантовый уже алмазный меч Ух, ничего себе, он уже от нас сваливает Ты что, думаешь, что ты от нас убежишь? Нет, тебе, короче, каранты будет Ну ладно, давайте мы вот этого голема все-таки попробуем добить Тоже два удара Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь О, восемь, за восемь ударов По-моему, этот вот диамантовый меч у нас наносит побольше повреждения Чем железный меч Потому что железный мы били раз пятнадцать, наверное А этим уничтожили за восемь Дальше пошло у нас, пошел у нас автомат Как нам им стрелять-то? А? А, вот как Нет, не так, ребят Как стрелять автоматом это А, блин, не пойму Не этот Не стреляется этот автомат Возможно, вот так вот только бить мы можем этого автоматом Ага, нам нужно, наверное, будет его заряжать А ну, этим Не, ребята, это тоже что-то не стреляет Короче, нам нужно будет сейчас, наверное, вот этих вот два оружия еще зарядить Нужно посмотреть, возможно, там боеприпасы есть Ну, а теперь граната пошла Ну, и как гранату-то бросать? Ну, бросаем гранатку Да бросай же ты гранату Ребят, что-то, короче, граната не бросается А фугас Фугас тоже почему-то не бросается Дальше бочка Вот это вот Икс-бомб Икс-бомбочка тоже у нас почему-то не бросается А почему не бросаются-то? А они Что-то я не могу их поставить Ну, и копье, в принципе, да Копьем-то понятно Мы, наверное, будем так само, как и мечом уничтожать Да, видите, мы, ребята, с вами копьем уничтожаем, как и мечом Тоже довольно-таки много наносит повреждения Вот, в принципе, одного монстрика мы с вами мочканули Сейчас еще, наверное, вот этого паучка тоже мочканем Да, а за сколько мы белого мишку мочканем, интересно, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Да, ребята, конечно же, это прикольная штука, но мне кажется, что меч наносил побольше повреждений А почему я не могу никак бросить ни гранату, ничего такого? Сейчас давайте мы посмотрим, возможно, у нас тут есть какие-то боеприпасы к нашим оружиям Итак, есть у нас тут с вами... Где эти наши оружия, это были пониже, по-моему, да? Нет, повыше они где-то были, эти оружия Смотрите, есть у нас тут какой-то пистолет, и чем он будет стрелять-то, этот пистолет? Нам, наверное, нужно, ребята, будет, получается, типа, брать пистолет и заряжать его какими-то патронами Вот это, походу, патроны от этого пистолета, да? Так, теперь нам нужно найти патроны к вот этому вот оружию А какие тут к нему-то патроны? Тут никаких патронов нету Ну, давайте мы снайперку попробуем тоже взять Она тоже вообще ни о чем будет, эта снайперка тоже стрелять особо-то не будет Так, смотрим А вот, шесть патронов у нас есть А, нет, ребят, смотрите, у меня тут есть 6 выстрелов, но ни одного патрончика, короче, нету. То есть, тут нужно нам все-таки патроны искать от снайперки. Но где они тут, я пока что еще не могу никак просечь. У нас есть вот такое вот еще оружие. Давайте мы хотя бы вот таким попробуем. И вот для него есть у нас еще шарики. Итак, давайте мы берем это оружие и сможем истребнуть. Или же нет? Так, а как нам его перезарядить-то, а? Блин, как тебе перезарядить? Он в простом Майнкрафте перезарядка на R. А тут что-то, короче, вообще не перезаряжается. Нет, ребят, короче, не стреляют тут оружие. Не знаю почему, я не понял, как тут, если честно, перезаряживать его. А, вот, зарядил, наконец-таки, вот я и зарядил это оружие. Давайте мы куда-нибудь стрельнем. Давайте вот этого мишку белого. Ну, стреляй. Да что ж ты будешь делать? О, вот он, ребята, вы видели? Наконец-таки я перезарядил его. Вот оно что, ребятки, вот так вот мы его заряжаем, видите? Мы его перезарядили, теперь наводим на цель, куда хотим выстрелить. Нажимаем вот этот вот пистолетик, скажем так, и происходит выстрел у нас. Но не всегда попасть получится. Давайте вот еще разочек. А что ж ты будешь делать? Убегают от нас. Еще разочек стреляем. Видели? Мы полностью уничтожили еще одного мишку. Вообще здорово. Давайте мы попробуем вот эту вот ведьму мочкануть. Получится ли нам ее мочкануть? А, отлетела от нас ведьма. Ах ты ж негодяйка какая. Сейчас мы, короче, вас мочканем всех. Обязательно. Давайте вот туда вот мы попробуем с вами. Или вот сюда вот сблизка. Давай, до свидания. Давай, сейчас она, ребята, короче, постоит. И мы ее мочканем. Вот, получилось, ребята. Мы ее один разочек ударили. Еще один разочек сейчас ударим. Нет, ребята, это вот ведьма не так-то просто ее ударит. Видите, я уже ее стреляю, стреляю. Но ее это оружие не берет. Давайте мы попробуем голема тогда мочкануть. Стой, големчик. Давайте перезарядимся. И вот сейчас мы с вами попробуем голема мочкануть. Ну что, получилось? Нет, смотрите. Только мишку мы с вами вынесли и все. Походу вот эти вот электроволны, или чем это стреляет это оружие, оно не берет этих вот монстриков. Мы с вами зарядить можем? Нет, а это оружие не заряжается. Ну, в принципе, хотя бы какое-нибудь оружие новенькое мы с вами уже испробовали. Также у нас тут было еще два мяча, они работали. И было у нас прикольное копье. Но вот этот вот пистолет, который у меня тут есть, он мне пока что нравится больше всего. Потому что я больше всего уже этим вот пистолетом повыносил злых монстриков. Если бы мы с вами где-нибудь в выживании его раздобыли, было бы прикольно. Ну что, ребята, понравилась вам эта игрушка? Если да, то просто напишите название игры в комментариях. Она называлась Mini World. Я буду играть в нее почаще. Ну, а теперь предпоследняя игра на сегодня. И это у нас будет Roblox. Сегодня в Roblox, и мы с вами поиграем в симулятор сабли. Попробуем немножечко здесь подкопить побольше деньжаток, ребята. И попробуем купить хотя бы каких-нибудь новеньких пэтиков. Пока что у меня тут есть, в принципе, три пэта. Они довольно-таки простенькие. Сегодня я хочу подкопить еще вот побольше вот таких вот коронок. И тогда мы с вами можем купить еще одного нового себе пэта. Так что, ребята, сейчас будем стараться как раз-таки найти вот эти вот коронки. Тут есть какой-то сундук где-то возле, по-моему, возле вот этого робота. И там, в этом сундуке, раз там в 20 минут, либо раз в час, даются как раз-таки эти коронки. Если мы найдем это вот место, я просто очень давно не играл в эту игрушку, тогда как раз-таки мы с вами можем эти коронки и заработать. О, вот они, ребята, видите? Раз в 12 часов, оказывается, нам дают эти коронки. Теперь у меня есть 535 коронок. Этого мне хватит для того, чтобы купить себе нового пэтика. Сейчас я вам могу показать своих пэтал. Так, это нам не нужно. Вот наши пэты, ребята, есть. Это у меня вот такой вот вампиренок третьего левела. Это у меня вот такой вот нубик тоже третьего левела. И вот такой вот кэт. Из них самый-самый чмошный, это вот как раз-таки вот этот вот нубик. Видите, у него тут статы 1.08, 1.08, 1.28. А тут у него, у котика, наверное, самый лучший пока что стат. 1.23, 1.67. А нет, у этого вот 1.18 и 2.08. То есть, этот вот монстрик больше всего крафтит мне коронок. Так, у меня тут, правда, только что кокнули, но ничего страшного. Сейчас мы с вами обратно, давайте, выбираем это вот оружие. И погнали. Вот здесь вот мы можем с вами это все продать, все, что насобирали. И также можем мы здесь с вами покупать себе сабли, ДНК и классы. Классы я покупать пока что не буду. ДНК мы с вами, в принципе, сможем купить новенькое. 305 тысяч мне нужно. Давайте купим себе новенькое. А, нету? Как нету? А вот же у меня есть 308 тысяч. Или это не то? Сейчас, ребята, давайте еще разочек зайдем. Что, я ДНК себе не могу купить, что ли? 350 тысяч. А, 350 тысяч, а у меня 308. Я что-то перепутал. Ну, ладно. А меч новый мы с вами можем себе здесь перекупить? Например, новый меч у меня стоит 18. Как, конечно, можем? Сейчас давайте мы тогда себе получше меч хотя бы купим. 75 тысяч новый меч. Красный меч у нас 110 тысяч. И желтый у нас 208. Ну, хотя бы с красным мечом будем ходить. Теперь он будет еще побольше приносить мне энергии. Вот этой вот, да. Для того, чтобы потом обменять эту энергию на деньги. Ну, ладно. Теперь давайте мы с вами попробуем купить себе нового пэтика. Как я вам и говорил. Вот эти новенькие пэтики, где мы с вами их можем прикупить. Вот тут вот у нас есть пэты за 500 коронок. У нас таких есть два. Видите? Это у нас нубик и кот. Тут мы его с вами приобрели. Также есть у нас тут пэтики за 5000 коронок. С этой стороны у нас за 50 тысяч коронок. И тут вот за 30 тысяч коронок. То есть, в принципе, вот эти вот коронки нам нужны только для того, чтобы фармить побольше пэтов. Ну, что же, хорошо. Давайте мы сейчас с вами попробуем купить одного у такого пэта за 5000 коронок. Посмотрим, что у нас вылетит с этих вот яиц. Итак, давайте. 5000 коронок пошло. И первый раз я покупаю пэтика. И мне подбросили пингвинчика. Ребята, мне подбросили... Ё-моё, самбач мощного. Представляете, мне дали самбач мощного пэта. Это просто жестяк, ребятки. Это просто жестяк. Мне придется сейчас, наверное, тогда поменять. И вместо нубика... Нубика мы с вами снимаем. И вместо нубика сейчас мы с вами вот этого, наверное, нашего пингвинчика как раз-таки оденем. Он больше всего будет мне фармить коронок. Ну, а денег все-таки больше фармит кто? А, и денег тоже больше всего будет фармить. Это пока что самый прикольный пэтик, который у меня тут есть. Сейчас я буду уже побольше коронок фармить. И я буду здесь уже побольше, соответственно, фармить денег. Ну, что же, неплохо. Хотя бы нового пэтика мы здесь с вами уже себе прикупили. Нам можно будет попытаться забраться до других островочков. Мы с вами можем прыгать, получается, по вот этим вот блокам Когда мы с вами будем прыгать по этим блокам до других островочков То у нас с вами там будут открываться новые миры Как раз-таки вот там вот вверху у нас есть несколько островов Но я туда еще, правда, не поднимался Хорошо, давайте попробуем по вот этим вот островам Еще пора прыгнуть, посмотрим, что тут у нас вообще может находиться Оп, еще разочек, отлично Здесь мы с вами можем подпрыгнуть? О, отлично, можем Сейчас мы по вот этим вот островочкам с вами попробуем подпрыгнуть И погнали дальше Вот у нас этот островочек, и что тут у нас, оказывается, есть у этого островочечка? О нет, здесь меня, короче, мочканул вот этот вот чувак, я не знаю, что он тут фармил, короче, ребят, но что-то там фармил, там, наверное, место для того, чтобы фармить какие-то монетки. Но в любом случае, ребят, сегодня мы с вами смогли себе прикупить нового петика, и, получается, смогли себе прикупить новый вот такой вот крутой меч. Если вам нравится игрушка-симулятор саблей, пишите об этом в комментариях. Также, ребята, напишите в комментариях, какой симулятор в Роблоксе вам нравится больше всего, и я буду именно в этот симулятор играть почаще. Ну, а теперь самая последняя игра на сегодня И это Майнкрафт Сегодня в Майнкрафте я решил поиграть в TNT Run Очень давно я в эту игрушку не играл Так что сегодня, ребят, попробуем наши шансы в этой игре И посмотрим, какое мы с вами здесь возьмем место Через сколько? Через 2 секунды у нас игрушка начнется Нужно будет разбегаться Тут у нас получается, что 24 человека уже играют Так, это понятно Нам мы пока что с вами даблджампы не использовали Это хорошо Один даблджамп мы с вами использовали Так, всего-то нам все пока что один Но это тоже печально, ребята Это тоже печально Да что ж ты будешь делать? Короче, нет! Нет-нет-нет-нет-нет Да блин! Последний даблджамп у меня остался, друзья мои Как же нам тут с вами не повезло Представляете? Вот это просто жестяк Я хотел сохранить побольше даблджампов себе напоследок Но пока что что-то, короче, пошло не так Так, и мы с вами уже 3 даблджампа себе истратили У нас тут остался всего-то нам всего последний Последний даблджампик наш И сейчас вот мы его должны использовать Потому что некуда бежать уже Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Так, ребятки, пока что держимся Пока что держимся 16 игроков здесь осталось Но куда бежать я не знаю Даблджампа у меня нету И нету больше карты Куда бежать? Вот последний, да бежи! Да блин, ребятки, нет! Жестяк, короче, у меня уже нету Возможности куда бежать Получается, что я все блоки Уже, получается, истратил Вот тут вот еще и совсем немножечко есть блоков Но я, наверное, ребятки, не смогу Нет, все-таки я не смог до них достать Я, получается, взял четвертое место Совсем немножко мне не хватило Для того, чтобы попасть в тройку лучших Но четвертое место тоже неплохо Давайте мы с вами еще один разочек Тоже попробуем сыграть Попробуем, ребята, тоже хорошенькое Какое-нибудь местечко здесь взять 24 игрока сейчас у нас обратно уже загрузятся Ну, согласитесь, четвертое место Тоже довольно-таки неплохо Я считаю, что неплохо Конечно, было бы лучше, если бы мы с вами взяли Три первых места Первое, второе, либо третье Но четвертое, так четвертое Ладно Через пять секунд у нас игра начнется Эта карта мне уже получше нравится Потому что тут уже чуть-чуточку посветлее как-то стало Так Даже разбегайтесь вы в разные стороны Не бегите вы коло меня Да что ж ты будешь делать? Ребята, я уже упал вниз Прямо с рам самым на самом старте Я упал вниз Хорош, главное, чтобы на нас тут никто не нападал Мы сейчас будем вот так вот с вами по кругу бежать И надеюсь, все у нас получится О, 18 игроков осталось Ничего себе А это у нас, наверное, карта-то маленькая Или что? Там под нами еще одна карта есть Но почему-то А, уже 17 игроков осталось Вообще круто Хе-хе Давайте даблджампик один нам Используем Давайте еще один Да что ж ты будешь делать? Ребята, мы же с вами в самой последней локации 16 игроков здесь осталось Что-то, короче, пошло не так Ладно, сейчас я буду вот так вот прыгать Если у меня еще 3 супер прыжка Вот тут вот друг друга подрезают Уже, ребятки, да Подрезали, подрезали И кто-то, короче, свалился Ну, ничего страшного Главное, чтобы мы с вами здесь не свалились Пока что держимся И еще разочек Давай-давай туда вот подальше Ах-то, как-то, ребята Просто жесть Я думаю, что вы сами все видели Совсем немножко мне не хватило Для того, чтобы перепрыгнуть Я вошел где-то в десятку лучших Первый раз мы с вами сыграли Взял четвертое место И вот этот раз По-моему, то ли десятая То ли что-то около вроде того Да, печально, конечно Очень и очень печально Совсем немножко не получилось Для того, чтобы Пройти эту вот карту И тоже взять Какое-нибудь получше место Ну, ладно Значит, с Майнкрафтом, ребята Пока что все Пишите, пожалуйста, в комментариях Какие мини-игры в Майнкрафте Вам нравятся больше всего Ну, что же, друзья Сегодня мы с вами поиграли В 8 замечательных мобильных игр Напишите, пожалуйста, в комментариях Игру, которая понравилась вам больше всего Также обязательно подписывайтесь на канал Нажимайте на колокольчик Чтобы не пропускать мои новенькие видосики С вами был Алла Нубик Всем пока Субтитры подогнал «Симон»